Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 9 глава. Прежде чем мы перейдем с вами к тексту, необходимо отметить одну уникальную особенность этой главы. Иисус Христос отсутствует в ней как центральное действующее лицо. Он появляется только в начале повествования, в рассказе об исцелении слепорожденного, и затем в конце, когда встречают его после того, как последнего иудеи и фарисии выгоняют из повторного заседания суда. Тем самым в центре повествования находится сам слепорожденный, и то, и мы с вами видим, каким образом, в результате того, что ему приходится защищать факт своего исцеления, а неизбежно тем самым и своего исцелителя формируется его вера. Итак, несмотря на явное намерение его убить, Иисус Христос остается в Иерусалиме, и перед входом в храм ученики указывают учителя на одного из нищих, который был слепым от рождения, 9-2, и спросили его, рови, кто согрешил, он или родители его, что слепым родился. Как большинство иудеев, ученики Иисуса Христа верили, что несчастье посылается людям в наказание за большие грехи, как собственные, так и грехи их предков. Такого рода представления основывались на словах книги «Исход», когда Моисей говорил, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, «Исход 25», и на учение раввинов, которые полагали, что ребенок мог согрешить еще в утробе матери. Вопрос, заданный учениками учителю, несомненно предполагает их веру в его всевидение, в то, что он знает, какие причины послужили тому, что этот несчастный родился слепым. И в ответ довольно неожиданно для себя слышит 9.3. «Ни он не согрешил, ни родители его, но это для того, чтобы явлены были дела Божии на нем». Вернемся к беседе о хлебе жизни. На вопрос толпы «Как нам поступать, чтобы делать дела Божии?» Иисус Христос отвечает в том дело Божие, чтобы вы вергли в того, кого Он послал. И вот это дело веры, оно и совершается над этим слепорожденным. «Нам надо делать дела пославшего Его», продолжает Иисус Христос, «Доколе есть день». День – это время пребывания Христа в этом мире. Конечно, он протяженнее, чем обычный световой день. И закончится лишь тогда, когда Христос уйдет из этого мира. «Пока я в мире, я свет миру». Иисус Христос, как и в других случаях, говорит о себе, Он произносит самоосвидетельство, и впоследствии это самоосвидетельство, оно и получает свое продолжение и осуществление в конкретном чуде. Христос говорит «Я свет миру», и слепорожденный будет видеть о том, как это произойдет. Мы с вами сейчас дальше будем говорить. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал смесь из слюны и помазал ему смесью глаза, и сказал ему, иди умойся в водоеме Соломан, что значит посланный». Иисус Христос не объясняет слепому, для чего он сделал это, и почему он должен идти умыться именно в Силааме. Ему замазали глаза грязью, но он послушно идет умываться туда, куда ему было сказано. Что понятно для слепого человека, а Силаам находился примерно в двух километрах от этого источника, не так-то и просто. Но дальнейшее событие показывает, почему он так это сделал. Потому что на самом-то деле он же слышал тот диалог, который произошел, по-видимому, перед ним. Он слышал вопрос, который задали ученики Иисусу Христу, и его ответ, что на этом человеке должны явиться дела Божии. И пошел, и умылся, и пришел зрячим. Итак, человек, который никогда не находился в свете, всегда находился во тьме, исцелился благодаря Иисусу Христу, свету. И, собственно, сам способ исцеления, он напоминает нам, если быть в глаза человека попала грязь, и он начинает видеть ее только после того, как эту грязь смоет. Использование пленновения напоминает нам аналогичное исцеление, описанное в Евангелии от Марка. Это 7 и 8 глава. Собственно, больше таких рассказов у других евангелистов «Исцеление через слюну» мы с вами не встретим. В то время существовало мнение, что слюна оказывает благотворное воздействие при глазных болезнях, ну и вообще слюна обладает неким таким исцеляющим свойством. И святитель Иоанн Златоуц полагал, что такой образ исцеления был избран для того, чтобы Христа признали за садителя твари. Так как знали, пишет он, что Бог создал человека, взяв перь от земли, то и Христос поступил таким же образом. Исцеленый возвращается обратно, но Иисуса Христа там уже нет. Те, кто окружали его раньше, в недоимении спрашивают, он ли это. Но лицо – явное нарушение субботы. Согласно существующим правилам, лечение могло совершаться в субботу только в случае опасности для жизни больного. Ведут его фарисеем, этого бывшего вслепца, начали спрашивать его фарисеи, как он прозрел. Он же им сказал, смесь положил им в глаза, умылся, и я и вижу. Так, собственно, ситуация напоминает, как если бы где-нибудь у нас, человека там поймали, сказали бы, пойдем в милицию или полицию. Там разберемся. Точно так же и здесь этого человека, который только что увидел, только что открыл для себя весь окружающий мир, его сразу под арест и ведут для того, чтобы разобраться, что же произошло. И произошло два нарушения. Во-первых, Иисус Христов положил смесь, что не полагалось делать в субботу, а во-вторых, еще и исцелил. И между фарисеями начинается обсуждение. Они не понимают, как классифицировать происшедшее, считать его правонарушением или явным чудом. Сказали тогда некоторые из фарисеев, не от Бога этот человек, потому что субботы не соблюдают. На этом возражают. Как может человек грешный творить такие знамения? Не находя ответа, они спрашивают бывшего слепца, а что он скажет о нем? Ведь он открыл ему глаза. И тот отвечает, что Иисус пророк. 9.17. Хотя в вопросе, который задали фарисеи, они признают происшедшее чудо, но согласиться с тем, что Иисус пророк, они никак не могут. Поэтому призывают родителей. Не поверили тогда иудеи, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей самого прозревшего. 9.18. Родителям слепца они задают три вопроса. Первое. Ваш ли этот сын? Второе. Родился он слепым? И третий. Как он видит? На первые два вопроса они отвечают убедительное «да», а относительно последнего говорят о том, что тот взрослый и сам может рассказать о всех обстоятельствах происшедшего. Родители, по-видимому, уже знали из рассказа слепорожденного о том, как произошло это. Однако, они побоялись повторять его. Почему? Это родители сказали его о том, что боялись иудеев, ибо иудеев уже согласились между собою, кто исповедует его Христом, да будет отлучен от синагоги. И так, действительно, ведь у родителей тоже могли бы спросить, а как вы относитесь к личности исцелителя? И вот для того, чтобы избежать этого вопроса и связанных с ним последующих прещений, они уходят от него, перекладывая всю ответственность на плечи своего сына. И так призвали человека вторично, того, кто был слеп, и сказали ему, воздай, слава Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Другими словами, по сути, его просят переписать свои показания. Вот раньше он объявил, что Иисус является пророком, а теперь надо все это дело уничтожить, сказать, пожалуйста, признай, он грешник. И, конечно, для них недопустимо, что он считает его пророком, то есть посланником Бога и чудотворцем. Слеппорожденный возражает начальникам, что ему неизвестно, грешник Иисус или нет, но он точно знает, что благодаря нему он видит. Так за его заново просят рассказать о том, как это произошло, не понимая, зачем он должен повторять то, что уже раньше подробно рассказывал, он в недоумении вопрошает их, не хотят ли и они сделаться его учениками. Но этот вопрос приводит лишь их в негодование, обругали они его и сказали, ты ученик того, а мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что Моисеев говорил Бог, а об этом мы не знаем, откуда он. и эта фраза вызывает у слепорожденного справедливое недоумение. Почему? Да потому, что в обязанности Синедрена входило знание, экспертиза о том, кто является претендентом мессианства. Вспомним с вами, с чего, собственно, начинается Евангелие от Иоанна. Она начинается с того, что приходит делегация из Иерусалима, и Иоанна Крестителя начинает спрашивать, кто он, откуда, почему он крестит. Ответил человек и сказал им, это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что грешников Бог не слушает. То есть, действительно, за многовековую историю Израиля не было ни одного случая того, чтобы прозрел, получил глаза человек, который уже родился слепым. И если бы не был он от Бога, не мог бы творить ничего. 9.33. Вот такая простая, убедительная и неопровержимая логика простого человека, она приводит к ярости фарисеев. Они сбешены, что он посмел им указывать и их учить, и сказали не ему, в грехах ты весь родился, и ты учишь нас, и выгнали его вон. Итак, разбирательство в суде по сути своей сводится к тому, что считать более важным, нарушение субботы или несомненное чудо. Поэтому факт исцеления постоянно ставится фарисеями под сомнение, потому что если признать, что действительно исцеление совершилось, тогда за этим нужно признать и что Иисус посланец Бога, и ему верить. И мы уже сказали, что то, что слепорожденному пришлось защищать человека, который его исцелил, формирует веру в него. Мы можем проследить ее этапы. Сначала он называет Иисуса просто человеком 9.11. Затем уже пророком на первом заседании суда 9.17. И наконец на втором заседании объявляет, что он пришел от Бога 9.28. Итак, слепорожденный уже исповедовал свою веру в Иисуса Христа перед фарисеем, но своего исцелителя он до сих пор не видел. И вот чтобы его вера стала окончательной, Иисус Христос сам находит его. Услышал Иисус, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал, веруешь ли ты в Сына Человеческого? Тот ответил и сказал, а кто он, Господи, чтобы я уверовал в Него? Сказал ему Иисус, и видел ты его, и говорящий с тобою это он. Он сказал, веруя в Господи, и поклонился ему. то есть тем самым действительно это последний этап формирования его веры. увидел Иисуса Христа и склонился перед своим исцелителем исповедав свою веру. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир себе, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы. Услышали те сфарисеев, которые были с ним и сказали ему, неужели и мы слепы? Сказал ему Иисус, если бы вы были слепы, не имели бы греха. Ныне же вы говорите, мы видим, грех ваш пребывает. Мы же с вами неоднократно обсуждали, что грех в четвертом Евангелии это неверие. Бывший слепец, как только увидел Иисуса Христа, сразу уверовал в него и исповедовал эту веру, склонившись перед ним. А фарисеи, которые сопровождали Христа и общались с ним, все равно до сих пор не верили, поэтому грехах не только не исчезает, но и пребывает. Если бы в виде его они все-таки уверовали, то тогда бы уже не имели греха. Итак, мы видим опять же, что здесь, конечно, даже по самому рассказу об этом исцелении, оно и представлено в Евангелии как судебное заседание, потому что слепца идут к фарисеям, потому что Иисуса Христа нет, когда он вернулся после своего исцеления, и никто из окружения этого слепца не знает, куда он ушел и где он, и по сути это напоминает вызов свидетеля, ведь самому прозревшему не предъявляют никаких обвинений, расследуется дело Иисуса Христа, так как исцеление произошло в субботу, суд выясняет, виновен ли Иисус Христос в нарушении субботы или нет, и находя ответа, фарисеи спрашивают бывшего слепца, что он о нем скажет, для них оказывается недопустимо, что он признал его за пророка, поэтому они вызывают его повторно для того, чтобы тот отказался от предыдущих показаний. Итак, мы видим, что евангелист Иоанн показывает предвзятость подобного суда, Иисус иудеев и фарисеев не интересует истины, их мнение об Иисусе Христе оно заведомо отрицательное, сам слепорожденный ставит под сомнение беспристрастность подобного суда, его убедительная непривержимая логика оказывается неприемлемой для фарисеев, не зная, как ему возразить, они выгоняют с возмущением его вон. Итак, глава заканчивается тем, что присутствие в мире Христа света осуждает тех, кто не верит в него, то есть не переходит на сторону света и отрицает, отказывается от него. Эта тема нам еще дальше встретится в евангельском повествовании, а по сути своей акцент на вере, который мы видим в данной главе, он вводит новую по тему в четвертом Евангелии. Теперь уже в центре внимания будут не оппоненты Иисуса Христа, которые еще будут упоминаться, а его последователи и ученики. Иисуса Христа, иисуса Христа, иисуса Христа,